Привет, друзья! Сегодня я научу вас делать свой первый ром для геймбоя. Мы возьмем с вами вашу картинку и вашу мелодию и запустим их на геймбой классик, геймбой колор и на любой игрушке, которая у вас есть и будет дружить с вашим флеш-катриджем. Погнали! Для начала нам необходимо создать супер новую папочку, назовем ее геймбой ром и погнали в браузер. Первое, что нам нужно, это GB Studio. GB Studio — это некий конструктор, который позволит нам компилировать файлы в ром-формате для геймбоя. Также он позволяет создать простенькие игры. Это все очень интересно, программа безумно функциональна, она имеет ряд большой, так скажем, ограничений, но, как говорилось ранее и весь смысл моего канала, показать вам, что ограничения — это возможности. Все зависит только от вашей фантазии, поэтому скачиваем с официального сайта производителя. Не пугайтесь, программа бесплатная, вам предлагают только оформить донейшн, если вы пожелаете. 64 бита — моя версия для ПК. Качаем необходимую папку. Отлично! И дальше нам необходим трекер, с помощью которого мы можем с вами делать мелодии в мод-формате, который будет видеть геймбой студия и вместе с нашей картинкой компилировать в ром. Выбор падает на OpenMPT Tracker. Это безумно всеядный зверь, разработанный очень давно. Он также бесплатный, поддерживается до сих пор, буквально на днях вышла новая версия. Устанавливаем. Все достаточно шустренько, запускать не будем. Извлекаем в текущую папку. Отлично, установщики удаляем. Все на месте и погнали. Первое, что нам понадобится, это открыть геймбой студию. Открывается и предлагает нам сразу же ввести название нашего проекта. Ну, давайте это будет New, New, New. Выбрать из трех готовых заготовок пустой бланк, современный и весьма большой, очень интересный проект или проект из первой версии. Его мы и возьмем. У нас сегодня другая задача, игру мы с вами делать не будем. Но если сильно захотите, давайте на стримах попробуем. Создаем. Здесь есть уже наработки для некоторой игры. Вы можете с ней ознакомиться, если просто кликните на старт и закомпилите ее. Но мы пока что этого делать с вами не будем. Нам достаточно лого. Когда вы включаете геймбой, у вас в определенное время, которое можно настроить, будет картинка с неким текстом, ну, как пожелаете. Title. И дальше Title Screen. Вот с ним мы будем работать, он нам нужен. В чем прелесть? То, что мы возвращаемся в нашу папку. И у нас уже появилась папка со всеми необходимыми файлами в проекте new, new, new. Файл проекта и папка с данными. Здесь есть background, музыка, спрайты и прочие значения, такие как фреймы и язык. Папка с background. Здесь картинки. Вы можете на них посмотреть. И можно их менять и выбирать в программе. То есть программа создала нам проект. Там есть папка. Все файлы рассортированы по своим категориям. И теперь, заменяя их, они будут заменяться в программе. И мы сможем скомпилировать ROM из наших файлов. План такой. Поэтому выбираем... Ну, не знаю. Давайте. Вот. Cave. Он по размеру есть. Переходим в папку background. Находим Cave. Смотрите. Я не умею пользоваться фотошопом. Я далек от пиксель-арта. И если у вас есть хорошие знания, вы умеете в изобразительное искусство, то у вас открывается огромный мир работать в размере 160 на 144. Я же пойду сегодня по простому пути. Открою наш бэкграунд в стареньком пейнте. Увижу его размер. Увижу его цветовую палитру. Поскольку рисовать я не умею, и сегодня большого количества времени и возможности сочинять что-то онлайн, так скажем, у меня нет. Я скачаю PNG-шку с логотипом группы Z-газеты. Я ее копирую. Так, сначала цвет пипеткой украду. Дальше удалю всю информацию изображения с файла бэкграунда. Вставлю сюда логотип. Сделаю обратить у него цвета. Изменю его размер. В нашей пропорции 160 на 144. Вот. Ура. Обратили цвета, и теперь у меня есть картинка 160 на 144 с необходимым для меня изображением. И я ее сохраняю. Она сразу же сохраняется в папке, поскольку мы ее просто заменили. И теперь мы можем ее выбрать. На этом редактирование не заканчивается, поскольку я не силен делать это в графическом редакторе. Я попробую сделать это сразу в программе в GBS Studio. Здесь есть возможность выбрать палитры для геймбоя. И вот, например, данная палитра мне нравится. Сейчас я ее залью. И добавлю немного кровяки поменьше. Ну как надо, поаккуратнее. А, может, прям по буквам. Веселье хоть отбавляй. То есть вы можете цвета сделать заранее, либо сделать их уже здесь. Теперь удалим все необходимые игровые ивенты. Что у нас делает джойстик, как у нас появляется персонаж. Все это нам особо не нужно. Главное понимать, что у нас будет первый фрейм. Это лого. Задержку которого можно установить. Вот здесь две секунды. И пойдет следующее окно. И следующее окно у нас title screen. В котором у нас уже есть необходимая нам информация. Теперь мы добавим музыку. Добавляем музыку. И мы выбираем файл, который нам предлагают. Картинки закрываем. Они нам пока больше не понадобятся. Переходим в нашу папку. И теперь уже из бэкграунда мы переходим в music. И здесь есть template. Открываем его. И у нас автоматически открывается OpenMPT Tracker. Который открывает трек в 4 канала в Pro Tracker Mode. Типе. Здесь есть паттерны, где мы вносим изменения. Ноты с сэмплы. Которые можно рисовать вручную. А также закидывать. И настройки темпа. По вертикали у нас значит нота. Инструмент. Громкость. Эффект. И параметр эффекта. Все тыкается. Программа весьма современная. Хотя и выглядит достаточно олдскульно. Все тыкается. Можно выбрать большое количество эффектов, инструментов и их настроить. Мы можем писать изначально в разных трекерах. Но OpenMPT подойдет больше всего. Свои файлы в формате мод на 4 дорожки с ограничением в 64. И просто заменять их в папку с вашим ROM и выбирать в GB Studio. Но если вы только начинаете свой путь, то нам удобно взять за пример уже готовый трек. Потому что в нем есть читаемые геймбоем и воспроизводимые чипом сэмплы. Слушаем. Копируем какой-то кусок ритм-секции. Наведем, так сказать, трэшу, аду. Что-нибудь удалим. Послушаем. И сохраним. Теперь вернемся в GB Studio. Послушаем. Звучание немного отличается, но в этом тоже есть некая прелесть того, что вы особо не знаете, как будет выглядеть финальный результат. Все работает, все читается. Ее лого мы тоже по аналогии берем картинку. Давайте поставим звезды. И теперь скомпилируем наш ROM. Подождем. У нас появляется сверху вниз, все эти параметры настраиваются наше окно. Через 2 секунды он нас перекидывает и звучит наш трек. А вот тут вот сверху персонажек. Проблему с персонажем можно решить очень просто. Мы добавим ивент «Спрятать актера». Так, добавим, что-нибудь еще подредактируем и попробуем запустить. Так, наша заставочка переведена и озвучена. Начинается трек, и у нас есть картинка. Отлично. Теперь возвращаемся в OpenMPT. Что здесь из приятного есть? Помимо его всеядности и достаточно удобного управления, можем все удалить, чтобы создать новый паттерн. Достаточно два раза кликнуть, и они будут появляться. И еще из приятного. Поскольку у нас будет некий трибьют для группы газеты, я уже делал аранжировку для релиза на Game Boy, поэтому у меня сохранились значения нод. Я могу взять свою MIDI-мелодию или прописать заново и открыть это в OpenMPT. Дальше можно просто эти значения скопировать и вставить. Так, но у нас есть проблемы с темпом, поэтому мы добавим темп. Какой-нибудь средний, классический, 163, допустим. Пропишем его на всякий случай для всех каналов. Туториалов по МГБ достаточно много, англоязычных, от автора напрямую, а туториалов по OpenMPT еще больше. Ну, грубо говоря, новым трекерам на канале вас точно не удивишь. Слушаем. Если вы возьмете MIDI-мелодию, то OpenMPT вряд ли откроет ее нормально с инструментами, и все просчитает, все зависит от качества мелодии, которую вы возьмете. Поэтому здесь можно выделить правой кнопкой и сменить инструмент на тот, что есть. Достаточно удобно и все продумано. И возьмем второй кусочек нашего трека и вставим его в следующее окно. Теперь добавим 7, а сюда добавим 8. Послушаем. Окей. И сохраним. Он немного ругается, но у нас все окей. Перейдем в GBS Studio. Вернемся и посмотрим. Хорошо звучит. Файл подменился, файл читается. Компилируем. Звездочки. Классно. Можно поставить зацикливание композиции. Можно добавить человечка, который будет бегать. Но об этом все в другой раз. Такое сумбурное видео получилось. Надеюсь, оно будет не слишком длинным, сложным и достаточно простым. Без вообще каких-либо знаний вы можете сделать свой ROM для геймбоя с вашей картинкой и вашей музыкой. Теперь попробуем все это дело сохранить. Для этого мы выбираем экспортировать как ROM. И он появился в папке с проектом new.new.build.rom. И вот есть ROM для геймбоя. Проверить работоспособность можно с помощью BGB эмулятора. Вот такая интересная палитра получилась. Давайте засунем это на флеш-катридж и проверим уже на реальном железе. Рисуйте в палитре геймбоя, осваивайте трекеры. OpenMPT дает вам прекрасную возможность начать свою разработку саунда и игр для геймбоя, используя Game Boy Studio. Простым решением замены файлов в уже готовых проектах. Я частенько так делаю, когда не могу сам придумать что-то. И это только начало. Не нужно использовать это как базу для ваших знаний. Но это хорошее начало. Понять на примере рабочих вещей, их взаимосвязь. И дальше уже начинать пробовать, реализовывать свои идеи. Все, ставьте лайки, пишите, слушайте хорошую музыку. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.